добрый день добрый день дорогие друзья от самого главного позитивного доброго искреннего канала из кишинева и молдавии паника суета пустые разговоры пустые советы пустые рассуждения трата времени жизни отвлечение внимания от важных проблем кража вашего личного времени жизни угадайте о чем это я надо сейчас каждый кому не лень но только не я я не даю советов я не рассуждаю пустую про пресловутый коронавирус который сейчас у всех на языке у всех обывателей у всех журналистов у всех средств массовой информации каждый кому не лень берется рассуждать и давать советы но проанализируйте все эти рассуждения и советы они все они все на одну и ту же тему они все как под шаблон сделаны я на youtube уже больше 10 лет проанализировал youtube новости связанные с коронавирусом они появились в один момент в один день из недостоверных каналов что настораживает сегодня прочитал мнение какого-то светила молдавского по поводу коронавируса что это новый вирус хотя он упоминается еще при советской власть это раз и он был продвинут 2015 году западными финансистами которые тогда еще прогнозировали появление такого вируса вы понимаете это запланированная акция этого вируса практически нету это информационная борьба сейчас вы посмотрите чем наполнен интернет тот же фейсбук мои коллеги друзья журналисты там не знаю кто все считают своим долгом высказать свое мнение они думают что большая великая польза от того что они перепосты делают с каких-то любых сайтов какие-то скриншоты со статистикой тогда как от голода умирает намного больше людей от аварий от катастроф от алкоголя от наркомании у вас крадут время время вас обвели в заблуждение великое фейковое видео фейковые новости фейковые статьи хайп повсеместный в то время когда те кто сделали впрыск и вливание этой информации сейчас просто спокойно себе рубят капусту упала цены упала цена на нефть почему потому что эта информация не говорю вируса эта информация ударила по китаю движуха в китае снизилась упало потребление в китае нефти общемировые цены понизились в это время небезызвестные вам страны которые любят скупать нефть занимается скупкой нефти по дешевке а вы как приходят на ум приходят на ум сравнение знаете вы как овечки как барашки ведетесь на это как наивные такие а кто-то волчий это в овечьей шкуре волк спрятался и пудрит вам мозги а вы сидите смакуете перетасовываете рассуждаете про какие-то маски про какое-то лечение какую фигню когда тогда как достоверных источников нет ничего нет вспомните свиной гриб птичий гриб лихорадку и было мы было там не знаю что все пропал люди наварились и все стихло само собой что побороли вылечили никто об этом даже не вспоминает сейчас новая фигня у вас крадут личное время жизни половину разговоров вы тратите мы тратим на рассуждение об этом вирусе то время как есть достаточно насущных проблем это раз во вторых есть радоваться чему в жизни у вас забирают крадут личное время вы перестаете радоваться вы запуганы почему все это происходит почему вы запуганы почему вы рассуждаете по шаблону это другая тема я уже не знаю ходьба по улице не располагает таким тонким рассуждением но это все у меня есть мы снимаем как правило вы знаете без бумажки то что есть на самом деле и вот эти вот люди которые запустили эту информацию они сейчас смеются над вами а вы сидите роете сейчас выходил из дому тоже по новостям бар 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 куда ехать не ехать покупать билеты не покупать что делать помогает ли маски одно и то же одно и то же а что что им еще делать сейчас журналисты и заселяется кто кто на что гораст кто подаст погорячее новости но у кого ни у кого нет точных фактов свидетельств и самое главное никто не говорит все крутится вокруг да около как и вот все вот эти наши политологи аналитики все просто зарабатывают на этом никто вам не говорит причину истинную информацию никто потому что ее никто не знает и никому это не интересно из вас сделаю свой мирок на вас как и на меня окружающим абсолютно наплевать в принципе и никто за вас не переживает и никому вы не нужны каждый думает о себе и данный случай просто шанс кому-то заработать очень большие деньги и отвлечь основные массы быдло так сказать отвлечь от истинных проблем вот и все такой вот грустный репортаж у меня сегодня с позитивного канала кишинек молдова